здравствуйте коллеги сегодня я в краснодаре и конечно же не смогла пройти мимо вновь открылся магазина магнит мастер со мной сегодня заместитель генерального директора директор розничной сети руслан осмаилф я рада вас видеть здравствуйте здравствуйте расскажите пожалуйста почему и когда вы решили сделать именно такой формат и поделитесь первыми впечатлениями от того что уже магазин запустился ну формат достаточно интересный и на нашем рынке он представлен разнонаправленно с одной стороны это крупные федералы для его сети большие как правило торговые центры а с другой стороны это рынки лопал ларьки палатки то что в общем то в нашей стране потихонечку потихонечку сходит на нет безусловно есть небольшие региональные сети которые представлены буквально считанными единицами магазинов своих городах на своих территориях но вот крупного федерального оператора вот этого ассортимента этого формата в стране пока не было и мы приняли решение что нам это интересно мы изучали рынок проводили опрос покупателей и поняли что да рынок развивается сейчас люди все больше делают что-то руками дома строительные отрасли развивается мы знаем какой объем и темпа строительства у нас сейчас городах да и не только в городах вот поэтому безусловно практически самым собой пришло решение что мы заинтересованы пойдем в нишу диайвай товаров для ремонта для дома а сыграла ли пандемия на это все таки или все таки это было и раньше решение какие-то планы были но пандемия ускорила пандемия не ускорила пандемия позволила подготовиться но глобально но смотрите вот если мы опрашивали покупателей где куда вот они пойдут или обратятся если они захотят купить вот ассортимент представленный нашем магазине мастер в крупных городах в больших крупных городах в основном это были крупные федералы диайвай центры немного немного разбавлены в интернет заказами в небольших населенных пунктах в это магазины как раньше были тысячи мелочей разрозненные и надо понимать что опять же в больших торговых центрах в диайвай центрах все-таки ассортимент представлен более для профессиональных строителей для так называемой розницы для тех кто руками делает это вот рынке и представьте если человеку нужно купить гвозди метизы отвертку да то как правило опять же расстояние до этих магазинов до точек где люди могут это приобрести достаточно удаленным то есть принципе для того чтобы купить отвертку можно потратить даже два часа своего времени пока туда доедешь повернешься здесь же магазин предполагается как формат что будет находиться в активных жилых зонах в небольшого размера с вот с большим с большим ассортиментом всего того что может быть понадобится дома для ремонта своими руками и мы вот открыв этот магазин сейчас уже пока сейчас видим насколько мы были правы что действительно формат востребован и ну кстати говоря первый день работы выполнение плана продаж этого магазина или перевыполнение составила 300 процентов потрясающий результат отлично но если говорить именно про локацию еще раз да то есть получается для вас важнее быть условно далеко от леруа мерлин то есть для или для вас неважно может быть если даже лера мерлин под боком будет условного вы все равно будете востребованы ваше мнение мы не привязываемся точно к леруа мерлин ну например леруа мерлин вот абсолютно точно нам нужно чтобы вокруг нас вокруг нашего магазина была активная жилая зона желательно конечно новостройки это новые жилые комплексы ну что очевидно вот этот магазин частности как первый мы открывали еще и в тесном соседстве с нашими уже имеющиеся магазины которые приводят трафик у нас здесь в одной линейке представлены магнит косметики магниту дома и собственно теперь уже магнит мастер вот так что да мы не привязываемся на сегодняшний день в нашем понимании локации не к конкурентам не отстраиваемся они от них мы ищем покупателя давайте заглянем давайте с мы читали новость и мы понимаем что у вас планах открывать магазины 50 до 150 квадратных метров сейчас вот тот магазин которым находимся сколько квадратных метров около 150 торговой площади а 50 квадратных метров это же практически ларек нет это не ларек в 50 квадратных метров поместится как раз самый кор ассортимент вот этого мелкого ремонта обратите внимание например ну например вот за нами да это практически весь домашний инструмент который необходим да вот здесь вот краски здесь электроинструмент метизы с обратной стороны мы с вами можем найти сантехническое оборудование провода лампочки батарейки в общем на самом деле вот на этом небольшом пятачке мы с вами покрыли ну процентов наверное 60 70 уже всего ассортимента который необходим этот магазин в том числе разбавлен еще сезонным ассортиментом если мы посмотрим вот там в угол дальний там есть сезонный ассортимент сейчас для сада огорода секаторы полив мойки лопаты будут у нас грабли вот так же здесь представлена химия косметика товары для животных то есть это такой более расширенный магазин и мы безусловно сейчас продолжаем тестировать да что же вот максимально востребовано в этом формате кто является сейчас конкурентом вашего вот этого формата вот среди маленьких форматов и большие центры безусловно диайвай и рынки и его разрозненные вот эти магазины поштучно или там маленькими сетями все для нас являются конкурентами и и не наш интернет магазин и тоже не наш магазин тоже являются конкурентами для нас в общем все каналы где покупатели могут приобрести товары в данном случае повседневного ремонта мелкой стройки это бытовые электротехнические сантехнические изделия это все безусловно является нашей конкуренции но тем не менее несмотря на то что казалось бы рынок уже сформирован да мы видим видим огромный потенциал для развития сети потому что именно вот в формате такого небольшого магазина у дома что очень важно сейчас пожалуй организованно так централизован никто и мы понимаем что здесь нам есть в место и возможности для дальнейшего бурного роста не могу не спросить про дизайн отличается с одной стороны с другой стороны явно есть ощущение что приемцы у нас присутствует из других ваших магазинов интересная цветовая гамма могу сказать мне точно она близка вот а поделитесь с вашими идеями когда вот это все создавалось к чему хотели прийти и вот как бы мы результат видим и будут ли еще какие-то изменения какие-то может быть новые тесты ну дизайн я не знаю насколько можно его сейчас описать особенно насколько понятно это через картинку я делал фотографии смотрел по фотографиям честно говоря описано не передает да он более он более приятный он более приветливый этот магазин с одной стороны с другой стороны достаточно деловой обратите внимание здесь у нас есть метр по которым вы можете там отмерять цепи веревки провода вот сзади вас у нас есть например сантиметры карандаши бумага для того чтобы что записывать он достаточно утилитарный без лишних без всего лишнего с одной стороны с другой стороны действительно вызывает эмоциональную положительные и позитивные настроение относительно дальнейшего развития но у нас уже сейчас действует программа по которой вы можете посчитать сколько расходных материалов вам необходимо в зависимости от площади ремонта в дальнейшем мы подключим я думаю доставку мы подключим возможность мы работаем сейчас над этим возможность заказа товаров даже тех которых не продаются в этом магазине как правило это крупногабаритные строительные материалы и и вообще мы хотим создать из этого из этого магазина вот который находится по соседству некоторое некое такое вот как бы сказать ремонтное сообщество то есть чтобы я вы да любой человек кто занимается кому необходим этот ассортимент мог прийти и не только купить здесь что-то но и например заказать работы на найти мастера через нас да мы могли бы помочь в этом рассчитать как я сказал объем в необходимых материалов и так далее то есть это такой хороший добрый сосед для тех кто кто делает что-то руками но в этом плане как раз сразу на покупателя то есть соответственно вы видите покупателя как и мамочку так ну и человека который реально там постоянно делает ремонты ну какого покупателя ориентирован вообще конечно если можно так говорить у нас есть магнит косметик да это вроде как более женский магазин ориентированный на женщин а магнит мастер в данном случае вроде как более мужской магазин но мы знаем с вами что у нас много мужских дел делают женщины поэтому конечно мы женщины тоже будут приходить сюда и покупать и мы это видим уже по первым дням работы безусловно я клиент этого магазина да я думаю что любой кто и вот я воскресенье например приезжал я здесь тоже там что-то накупил вот и любой кто что-то делает или кому что-то надо сделать руками и даже если может быть вы не делаете мелкий ремонт а вам просто нужно поменять батарейки поменять лампочку лампочку то любой может поменять слава богу вот я не знаю прибить дощечку да это все это все наши клиенты все наши покупатели так что магазин рассчитан на всех и конечно же уже магазин работает несколько дней первые впечатления покупателей какие очень позитивно очень ну то что план перевыполнили я уже услышала это замечательно да и план перевыполнили и очень много отзывов вот у меня даже там я не самый активный пользователь социальных сетей но люди когда хотят высказать что-то они находят меня в социальных сетях вот пишут личные отзывы и по мастеру и по фотографиям что кстати интересно и по личным визитам очень очень позитивные отзывы очень положительные ну формат воспринят как что-то свежее как что-то новое ну и самое главное востребованное мы не делаем то чего не нужно людям да это важно да мы не сидели там не придумывали чего бы вот куда бы денег вложить мы сделали как раз то что судя по тому что мы сейчас как первый результат получаем нужно людям расслабно чуть-чуть прогулялись по магазину давайте теперь про ассортимент поговорим потому что все-таки я вижу частично тот ассортимент которого я в какой-то мере не ожидала увидеть магазин мастер и явно понятно что для меня было сразу ясно что это будет здесь вот какой процент ассортимента к чему принадлежит и какие планы по развитию его хороший очень вопрос давайте посмотрим да вот собственно далеко не ходить вот это казалось бы товар для дома да и вот аксессуар для ванны написано ассортимент ли это магнит мастера ну а очевидно что это ассортимент магнит мастера хотя вроде бы это товар для дома потому что например вот крючок такой повесить да это собственно мелкий ремонт до которую можете произвести своими руками вот здесь вообще в принципе в основные во всех категориях в основном представлены конечно какие-то товары которые можно применить для мелкого ремонта дома ну вот например здесь у нас есть и валики и вот даже прожекторы удлинители лампочки кстати говоря что тоже важно у нас есть даже профессиональная химия я сейчас не рекламирую безусловно ну у нас есть и профессиональная химия которую вы можете очистить ковры и мебель и так далее и так далее и условно мы можем обратить внимание здесь большое количество у нас различных там крепежей гвоздей шурупов и не навес как это раньше было принято все аккуратненько упакованы вы можете взять ровно столько сколько вам необходимо что тоже в общем достаточно эффективно электроинструмент ручной инструмент краски лаки у нас есть даже знаете что рулонные шторы даже рулонные шторы есть у нас вы можете купить повесить себе на окно вообще великолепно и этого кстати говоря пока нет в других форматах вот и и тоже кстати говоря опять же с учетом того что магнит это семья магазинов да мы сейчас потестируем и вполне возможно мы отсюда что-то возьмем в другие форматы и из других форматов перенесем безусловно сюда сезонка да вот мы например по авто товарам по сезонным товарам вообще сюда брали ассортимент аж гипермаркетов оттуда выбирали потому что там более понятно расширенная линейка и мы хотим чтобы авто товары были представлены шире вот так что наряду с таким достаточно уже стандартным для магнита ассортиментом который покупатели привыкли видеть во всех магазинах есть что-то уникальное присуще только этому формату а собственно торговой маркой здесь уже есть какие-то товары которые здесь есть товары собственно торговой марки они пока не представлены в категориях ремонта безусловно ну мы только начали формат вот но надеюсь что в будущем мы сможем развить это направление тоже а есть понимание что вам какие-то поставщики сейчас явно нужны для того чтобы ассортимент был максимально правильно добран да нам нужны поставщики более того нам конечно нужна их экспертиза и мы с удовольствием привлекаем наших поставщиков к тому чтобы они нам помогли где-то научить где-то подсказать таких нет форсетей да вот нам нет негде взять что называется сравнение поэтому конечно мы собираем сейчас с рынка всю информацию какая только доступна да мы обучаемся сами обучаем наших сотрудников и не только ассортименту тому как применить этот ассортимент плюс вы же понимаете что и уровень покупателей тоже разные да осведомленности понимание вот инструментов и товаров для ремонта так что конечно нам нужны поставщики мы видим что сейчас даже с открытием магазина мы получаем большой отклик от поставщиков разного формата разного уровня крупных производителей даже зарубежных они заинтересованы у нас а если говорить про количество с к ю вот сколько сейчас в этом магазине получилось изменить товаров в этом магазине 3000 с к ю соответственно маленьком но если брать что у нас вот этот ассортимент сугубо мастера составляет составляет где-то от 1200 до 1400 с к ю то можно предположить что в маленьком магазине будет где-то 1200 тысяч я даже видел в комментарии как это все может поместиться казалось бы но еще раз да вы же понимаете вот вот он ассортимент да это все такие не очень большие вещи вот это лампочки например да вот так что конечно ассортимент можно и нужно наращивать и мы будем это делать безусловно сейчас мы пробуем смотрим какие под категории там группы товаров важнее что вас мы собираем у нас есть книга сбора пожеланий наших покупателей мы собираем мнение смотрим внимательно изучаем что с чем обращаются покупатели что нужно им еще дополнительно к тому что мы уже имеем и конечно через это будем развиваться продолжаем ассортимент но все равно в будущем будут какие-то новые магазины в других других регионах в других городах мы сейчас в краснодаре как вы будете перестраивать и будете ли перестраивать ассортимент по другие города как будете выбирать что именно там должно подойти покупателю ну конечно мы будем перестраивать ассортимент сейчас мы не прорабатывали это детально но очевидно просто по логике да это коснется скорее всего безусловно сезонного ассортимента сезонной линейки это возможно коснется где-то части автотоваров где-то люди больше ремонтируют автомобиль руками, где-то меньше, где-то нужно автомобильное масло, где-то не нужно. Может быть, что-то коснется ремонта. Но в качестве такого очевидного примера, мы будем открывать магазин в Москве, например, и, конечно, там нужна лопата для снега, которую в Краснодаре не знают. Хотя в этом году была снежная зима. Так что какие-то локальные особенности, безусловно, присутствуют. Будут присутствовать у нас, в принципе, в нашей сети. Эта тема известна хорошо, мы представлены, вы знаете, очень широко, 3300, 50 населенных пунктов по всей стране. И мы, конечно, понимаем разность этих и природных особенностей, и особенностей выбора покупателей. Находясь в этом магазине, я уже заметила, что если посмотреть на персонал, то это мужчины. Они определенным образом одеты. Как вы подбирали первые шаги по подбору персонала именно вот здесь, для этого формата? Есть ли особенности подбора и какие задачи вы еще дополнительно приходится решать по отношению к другим магазинам? Да, мы действительно ориентировались на то, чтобы взять на первые тестовые магазины, в первую очередь, мужчин, для того, чтобы они могли дать... Ну, во-первых, они, в принципе, к этой теме неравнодушны и близки. Мы проводили собеседование, мы спрашивали, насколько они, вот, к своему имену этот ассортимент интересен, насколько это близок, насколько они его хорошо знают или нет. Поэтому, ну, мы посчитали, что для мужчин эта тема более знакома. Плюс ко всему, конечно, наверное, когда даже женщина будет задавать вопрос о метизах или отвертках, консультация молодого человека будет ей казаться, наверное, более... Релевантно. Релевантно, хорошо. Вот, ну и помимо всего, ребята обучали, как я и говорил, да, что мы уже дополнительно с нашими партнерами, с нашими поставщиками их обучали. Вот, так что отбор был основан вот примерно на таких принципах. Это, безусловно, абсолютно не значит, что в будущем у нас не будут работать женщины, девушки в магазинах, точно нет. Будет возможность, будет потребность, будут желающие, мы будем принимать на работу с удовольствием и девочек тоже. А сколько человек сейчас в этом магазине работает? В этом магазине, ну, вот в данном случае, вот сейчас прям работают два человека. Всего штат состоит из пяти человек. И, собственно говоря, опять же, вот на этом нашем тестовом режиме посмотрим, насколько нужно добавлять персонала, не нужно добавлять. Пока что это тот минимум, который мы хотим иметь для того, чтобы получить эффективность работы. Ну, и чтобы ребятам было интересно, не застаивались. А все магазины в целом предполагаются только самообслуживание, то есть, условно, прилавочную торговлю возвращать даже на маленьких форматах не планируете? Не планируем. Ну, может быть, будут какие-то отдельные товары, которые, возможно, будут заказ своей линейкой, знаете, как там, условно, дорогой очень алкоголь. И то, наверное, в большей степени не с целью сохранения этого товара, а с целью, возможно, дополнительной консультации. Вот так вот. Сейчас, находясь в магазине, я вижу, что есть элементы, которые есть в других магазинах. Вот если говорить про преемственность, что из тех форматов магазинов, которые мы уже видели, обязательно будет в новых форматах, вот в том числе и есть уже в текущем? Касса, например. Если серьезно, то нашей компанией была принята стратегия устойчивого развития. И в рамках реализации стратегии, мы, кстати, буквально выпустили отчет о достижениях магнита в этом направлении. И в качестве реализации этой стратегии и преемственности сети магазинов, сети между собой и компанией. Вот у нас здесь установлена, например, вот такая чудесная штука для сборки батареек использованных. Возможно, мы здесь еще что-то будем добавлять, постаматы, может быть. То есть, в общем, конечно же, многое зависит от возможности площади магазина. Но там, где мы можем что-то внедрить, мы обязательно внедряем. А если говорить про кассы самообслуживания, вот сейчас мы видим здесь только кассы, которые работают. А кассы самообслуживания будут в таких магазинах? Все зависит от потребности. Если будет для этого потребность, то кассу мы поставим. У нас есть внутренний расчет, необходимое количество кассы самообслуживания для эффективной работы. Это точно не одна. И если понадобится, мы, конечно, сможем это сделать. Если говорить про некие планы, что же первый магазин, какие города в дальнейшем планируется насытить этим магазином? Хорошо, первый тест продолжить уже в других городах. И сколько магазинов мы ждем в ближайшей перспективе? Ну, о географии, развитии и количестве говорить пока, конечно, рано. Мы, в общем, для себя имеем эти планы, но хотелось бы получить подтверждение состоятельности самого формата. И для этих целей мы сейчас откроем два магазина в Краснодаре, отработаем на них какое-то определенное время. Я не думаю, что у нас это займет слишком много времени. По сути, сейчас идет очень хороший отклик от покупателей. Мы сейчас получаем вот эту обратную связь гораздо более эффективно, быстрее, и покупатели очень вовлечены. Поэтому я надеюсь, что мы сможем сократить время теста для того, чтобы адаптировать, оптимизировать ассортимент в первую очередь, где-то добавить дополнительные услуги, отшлифовать нашу внутреннюю работу. И вот тогда уже мы пойдем в раскрутку. Ну, и, конечно, очевидно, что это большие города, где сейчас активная стройка идет. Начнем с этого. Хорошо, вот сейчас ближайшие планы понятны, но все-таки сколько времени вы будете отведли для теста, через который вы все-таки будете явно понимать, развивается этот формат или не перестанавливается? Очень надеемся, что нам хватит трех-четырех месяцев. Я понимаю, что это срок... Ну, я не устанавливаю срок сейчас, да? Это наши такие вот сегодня ожидания, что за 3-4 месяца мы сможем понять, что мы можем с этим делать и дальше. Ну, а дальше посмотрим. Что ж, вам успехов и будем ждать новых открытий и следить за тем, как развивается еще один формат торговой сети Магнит. Спасибо большое. Ну, что ж, коллеги, мы сегодня побывали в первом магазине Магнитмастер. Его слоган «Умею, могу, делаю» и те покупатели, которые уже побывали в этом магазине, оставили хорошее впечатление, рассказывают о том, что им понравилось. У меня ощущение следующее, что здесь действительно понятная навигация, здесь понятный ассортимент, здесь есть что делать с семейным людям, у которых скоро, там, например, уже строится квартира и нужны какие-то, и обычным людям, у которых не идет стройка, но есть необходимость в товарах для дома. Будем смотреть за тем, как будут развиваться данные магазины. У нас есть как минимум ближайшие три месяца, чтобы посмотреть на то, какие новые изменения, какие новые магазины появятся вновь в торговой сети. Ну, а дальше руководство компании примет решение о том, будет ли этот формат развиваться дальше или нет. Ну, а я рада тому, что мы здесь уже побывали. У нас состоялся очередной видеорепортаж из магазина. Смотрите наши видео на сайте retail.ru, на канале YouTube, и смотрите наши фоторепортажи также на сайте, в нашем разделе фоторепортажи. До встречи в следующих наших эфирах из магазинов. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok